я рад приветствовать всех телезрителей и радиослушателей с вами бутылку с он же радио третий павел леонид николай здравствуйте друзья сегодня вот такой вот замечательный ключик попал в мои руки был мне подарен специально для меня сделан разработан роман 3 павел иван щука николаем замечательным тульским контестменом вот такая вот штука друзья мои сделано буквально на коленке но на самом деле не на коленке на столе на кухонном но какая нафиг разница манипулятор получился просто великолепный блин я не знаю как это описать оригинальность решению я не знаю поражает саморезы какие-то какие-то я не знаю вот что это видимо дермантин прибивают такие шайбы под гвозди что ли я черт его знает саморезы канцелярские зажимы немножечко алюминия немножечко контактной группы швейцарии из магнитных пускателей пружинки там от тех же пускателей но тут изоляцию я добавил все таки здесь гетинакс полностью металлизированный поэтому как показать вот это проводящая медь соответственно вот сюда вот в начало в начало лепестков припаяны они контакты вот ну и выведено все очень просто вот сюда вот это я попросил чтобы был проще почему но вот просто потому что у меня вот так вот сделан сам электронный ключ а манипулятор получился обалденный единственное что я сделал это ну зазор уменьшил сразу и размах лопастей вот оказывается у меня все таки были винтики такие вот маленькие но вот получилось безболезненно абсолютно это все подрегулировать для себя и я считаю что вышел очень и достойно вот поэтому большое спасибо николаю обязательно будем обязательно будем работать обязательно вот такой знак вопроса значит обязательно будем работать блин я вообще тащусь удалось отрегулировать зазор я не знаю наверно вот ход вот по лопасти наверно миллиметра полтора ну соответственно здесь два раза меньше то есть меньше миллиметра наверно нет 050 75 вот и тактильное ощущение просто вообще шикарные почему-то у меня натираю вообще отлично получилось отрегулировать . приходится еще поддавливать но это я сделаю над неважно на самом деле главное что манипулятор то работает вот чего манипулятор работает он работает шикарно ну вот то есть вообще без проблем абсолютно считаю это очень очень хорошим так сказать приобретение в мою радиолюбительскую коллекцию ну а собственно тут возникает вопрос да а чего что пищит то вообще что за дела пищит друзья мои вот это вот это вот карабулечка что здесь здесь во-первых корпус можно увидеть ручка приборная так называемая и вот тут вот пьезопищалка внутри находится макетная плата герконовое магнитное реле но в общем-то герконовое реле почему магнитное неважно герконовое реле 5 вольтовые это важно 5 вольтовые транзистор который им управляет почему транзистор да потому что но там mosfet разумеется 2n7 тысяч если мне память не изменяет там 2n2 n7 тысяч стоит просто потому что у него есть обратный диод и соответственно работает этот транзистор чисто в ключевом режиме и соответственно плюс еще дополнительно поставлен еще один обратный диод на геркон ну вот и все мозгом является ну конечно же arduino nano ну просто потому что это наверное самое простое решение вот и что можно в общем-то из этого ключа и извлечь ну во первых саму саму марзянку как бы очевидно да как бы поближе разместить чтобы было понятно ну пускай так значит первое ключ вот в обычном рабочем режиме умеет делать сразу две вещи ну во первых цикулять во вторых давать позывной да очевидно все-таки ключ полностью автоматический вот плн ну вот это для контест очень очень полезно вот николай просил чтобы вот так вот можно было раз один раз и он нажал вот вот и он сразу дает позывной вот два раза дает обычный обычный сикью еще раз пожалуйста ключуйте вот я то есть можно и ручками набивать но можно и в автомате теперь что можно сделать еще очевидно же валкодер даст кнопкой соответственно мы поворачиваем по часовой стрелке это тире вот такой ямбик можно ускорить еще ямбика добавим вот так уже пошло дело и до абсолютно абсурдных значений по моему 20 миллисекунд вот точки а это тире если кто-то в состоянии воспринять и самое интересное наверное лупасить такой морзянкой то ну респект и уважуху конечно но я не верю что я как это я я не верю что вы пройдете тест тюринга скажем так вот так что вот это самые простые настройки да это самое простое что можно сделать вот это вот три таких вот настройки три функции ключа которые доступны вот прям сразу но теперь у ключа разумеется есть память понятное дело позывной занесен в память вот ну у ключа во первых есть два режима это режим соревнований и режим обычного киева ну вот тут меняется общий вызов просто то есть если первый общий вызов вы слышали да он дает стандартная сикью сикью не вот то ну а теперь можно значит переключить его в другой режим делается следующим образом зажимаем кнопку вот он дал характерный звук что перешел настройки а потом один сигнал издал значит теперь он находится в режиме выбора в режиме выбора режима как бы странно это не звучало общий а по часовой тест если мы выйдем вот если мы выйдем и нажмем два раза он будет давать общий вызов уже для теста все ну вообще позывной на два раз давать вот для николая я это сделал позывной два раза но это без проблем это программируется в ходе все это очень быстро и легко настраивается возвращаемся в настройки переключим его в режим обычного цикуляния и теперь перейдем во второй пункт меню это это вот он сейчас сказал а в смысле активировано против часовой ну как обычно да вправо прибавляем влево убавляем вот то есть влево все слышите звуки пропали оп а активен н неактивен это самоконтроль отключается бузер можно сохранить и все то есть никакого самоконтроля не будет при этом гиркон продолжает щелкать то есть если трансивер например имеет встроенный генератор самоконтроля вот и вы сами себя будете слышать скорее всего кстати в своем трансивере я его отключу но это очень полезно например не подключенным ключом просто для себя так тренироваться на слух вот ну и конечно для каких трансиверов где нет самоконтроля ну там какие нибудь совсем там qrp аппаратики там на трех транзисторах на двух на одном транзисторе почему нет вот очень полезно Вот встроенный генератор есть Переходим на третий пункт настроек Это скорость, как ни странно И мы ничего с ней особо-то сделать и не можем Единственное, что у ключа память на скорость Энергонезависимая То есть то, что мы однажды настроили Как комфортную для себя, для повседневной работы На ключе скорость При выключении и включении Она всегда будет сохраняться То, что мы в обычном рабочем режиме накрутили Бешеную скорость, не очень бешеную скорость Она не сохранится Она сбросится на ту, которая записана здесь И выставляется вот этим пунктом меню Вот, это третий пункт меню Ничего не происходит Крутим-крутим, да, ничего не происходит Вот эта скорость Нажимаем, он дает позывной Все как обычно Это для себя, для самоконтроля, так сказать Раз Еще можно До абсурдных абсолютно значений Вот до того пулемета Значение шагом меняется 2 миллисекунды То есть вот сделали 500 щелчков Грубо говоря Ну не 500, там 100 щелчков сделали Но, как я говорю Тот, кто способен воспринять вот это И передать вот это Тест Тюринга не пройдет Гарантированно Поэтому возвращаем назад настройку Вот, даже нормальная для меня скорость Ну ладно Перейдем в четвертый пункт Шаг 10 Гц От, если мне память не изменяет От 400 Ну да, вот где-то там Соль, наверное Может быть даже бемоль Вот И до До полутора килогерц Просто потому что Бузер не способен это воспроизвести Нет, ну он дальше, конечно, работает Ну там где-то на двух с половиной На трех, наверное, он затыкается Вот Полтора Килогерца То есть Настраиваем тон, который приятен в себе Можно тот, который громче, например Вот где-то же у пьезопищалки свой резонанс есть Вот какой-то из гармоник Причем приятно звучит То есть вот А вот резонанс Во Стоит мерзкий писк такой А вот какая-то из гармоника Он так приятно вибрирует Вот пойдет Сохраняем И все Теперь Все, что было Все настройки, которые были Воспроизведены Вот после вот этого Настройки сохранены в память Все Ключ готов к работе Ну вот Тон сохранился Скорость Опять же, можно выкрутить Любую Я выключаю ключ Все, выдернул из розетки Питается он у меня, кстати, от блока питания 6 вольт 300 миллиампер Вот какого-то там От чего-то Даже не знаю от чего В общем, 300 миллиампер 6 вольт Это, по-моему, зарядник какой-то чепухи Вот Он включился И Все, настройки сохранены Можно Скоростью Играться И так далее Все Настройки по умолчанию Всегда будут одними и теми же Вот Ну и, конечно же, режимы Не забываем Первая настройка Это режим И, собственно Поэтому она и первая Потому что Чаще всего Из всех настроек Нужно просто режим переключить Да ты задолбал Как же так Ага Вот Так что вот так, друзья мои Такая замечательная штука получилась Ссылка на Проект На GitHub Все в описании Вот Ключик вот такой вот Никому не дам Это мое Класс Еще тактильная отдача такая Прям Я вообще Я балдю Вот этот вот легкий Цик Прям вообще Это вот Ключик бьется По 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 Контакту серебряному Вообще Обалденно Почему я Вот так вот Сузил Да на самом деле Это скорее, наверное Уже привычка Как-то вот Пальцы так поставлены Я не знаю То ли слишком много Я медиатор в руках держал То есть Мне вообще Одно весло Такое удобнее Блин Вот Но Прикол в чем Вот На что изначально Работал я То есть Вот Дрыга Из Из палок и желудей Как говорится Вот Зацените Оригинальность Конструкции Друзья мои Зазоры регулируются В любых пределах Вообще Хоть там 5 сантиметров Можно махать рукой Вообще Как маленький мальчик Скажем Не не так Не маленький мальчик Как скажем Только что Половозрелый мальчик Вот Но Все регулируется То есть Все без проблем Тут вот Уход Все Но Это дрыга Надо понимать Да И в принципе Даже работает Без проблем Я несколько Десятков Наверное Куэсо провел На этот ключ Но Понятное дело Дальше чем Какой нибудь Какой нибудь Вот я Все Вот Все На что меня хватает Все Вот такая вот фигня Ну и конечно Ссылка на проект Электронного ключа В описании Я знаю Что можно доработать Уже Вот Если кто-то Это сделает за меня Кидайте Пул реквест И конечно Будем Будем вместе Работать над ключом Вот Ну конечно В первую очередь Это не совсем правильно Использовать дилей Потому что Можно было бы Скорость регулировать Вот так Да Даешь точки И Крутилочку Крутишь А он не реагирует Вообще Почему? Да потому что Дилей Вот А это неправильно Нужно не дилей Использовать Все таки надо Перейти на Функцию Милис Наверное И вот Определять Включение Выключение Тона И ключа Гиркона Я имею ввиду Именно по времени А не по задержке То есть Ну в общем Ардуинщики Меня поняли Через функцию Милис Надо работать А сейчас Работает через дилей Это неправильно Многие функции Валкодера В реальном Времени Они теряются К сожалению Нифига Скорость Он крутил Че это я Класс Ну и По традиции Вот это я могу Даже побыстрее Песенка такая есть Ссылка в описании Сходите Послушайте Про музыкальный Телеграф Если хотите Все Господа С вами С вами был Бутылку До встречи Хороших выходных Занимайтесь Занимайтесь Чем хотите Развивайтесь Развивайтесь Делайте Но в конце концов Вот просто подумайте Подумайте Да Я уже на Перевалил уже На вторую половину Четвертого десятка А я не могу Остановиться Я учусь Что-то делаю Вот Чего и вам желаю Ни в коем разе Не останавливайтесь Никогда Ни на каких Своих достижениях И не почивайте Как говорится На лаврах Всегда найдется Тот Кто сделает Это лучше вас Пока